приветствую друзья сегодня буду рассказывать про звезды которые может быть существуют это кварковые звезды мы знаем что существуют разные звезды они отличаются по составу по осветимости по размеру потому сколько они живут некоторые звезды живут миллиарды лет некоторые живут миллионы лет например наша звезда солнце будет жить около 9 миллиардов лет большие звезды которые состоят в основном из водорода живут миллионы лет эти звезды также умирают по-разному например на наше солнце который является средней звездой будет жить 9 миллиардов лет и когда умрет она отбросит свой внешний слой и останется только ядро которое станет белым карликом большие звезды они в конце своей жизни взрываются их ядра становятся либо нейтронными звездами либо превращаются в черные дели и вроде бы наша тема касается астрофизики но на самом деле тема будет касаться квантовой физики физикоэлементарных частиц и специальной тверотносительности потому что мы до сих пор не обнаружили такие звезды через наши телескопы и будет очень трудно обнаружить вообще и чуть позже поймете почему но благодаря квантовой физике мы сможем понять могут ли они вообще существовать сейчас от мира больших объектов спустимся к миру маленьких объектов элементарным частицам и как вы знаете ваше тело состоит из клеток и если увеличить эти ячейки то мы внутри обнаружим атомы и если расколоть это атома то внутри мы увидим протоны и нейтроны если каким-то образом их дальше расколоть на части то внутри мы с обнаружим кварки которые объединяются и создают более нам знакомые элементарные частицы из которых состоит все все что вы видите все во вселенной когда вы сталкиваетесь с каким-нибудь твердым объектом то вы чувствуете прочность этого предмета и большая часть прочности обусловлена электростатическим отталкиванием между атомами если вы попытаетесь надавить на какой-нибудь камень попытаться его жать то у вас получится жать этот камень лишь до какого-то предела тоже можете столкнуться с неожиданным источником давления например у вас есть облако электронов которых вы охладили до абсолютного нуля при таких температурах давление должно тоже пасть до нуля в конце концов это просто газ где давление зависит от температуры вы обнаружите что сопротивление очень сильно даже сильнее чем камня это давление возникает из-за странного эффекта квантовой механики дело в том что элементарные частицы делятся на бозоны например фатоны и фермионы это кварки электрона и эти группы частиц отличаются тем что когда мы пытаемся объединить их квантовое состояние то они себя ведут по-разному квантовое состояние это уровень энергии угловой момент ориентация спина и так далее и оказывается что два фермиона никогда не могут находиться одинаковым квантовом состоянии в отличие от бозонов и два фермиона всегда будут отличаться либо уровнем энергии либо ориентацией спина и все это происходит из-за связи между квантовой и физической и специальной теорией относительности кстати специальная теория относительности рассказывает нам о том как устроены частицы общей теорией относительности показывает как устроен космос то есть мир больших объектов раз фермиона не могут иметь одинаковое квантовое состояние то это означает что у группы электронов все таки будет энергией и она будет сопротивляться дальнейшему коллапсу и когда это происходит природе например в ядрах звезд то мы получаем такие звезды как белые карлики но самом деле этот предел тоже можно нарушить и можно еще дальше жать это может произойти если это ядро больше чем наше солнце два с половиной раза то в таком случае дальнейший коллапс тоже возможен и при таком сжатии электроны попадают внутрь протонов и превышает их в нейтроны как вы догадались таким образом образуется уже нейтронные звезды у нейтронных звезд тоже есть свой предел и который тоже можно нарушить если масса этой звезды будет намного больше пока не очень точно известно насколько эта звезда должна быть чтобы она дальше коллапсировала но примерно считается что если в три или более раз тяжелее это нейтронная звезда чем наше солнце то она начнет дальше коллапсировать вот тут начинается самое интересное что будет дальше вот коллапсирует нейтронная звезда то есть тоже звезда получается не нейтронная звезда становится нами сразу черной дырой или же есть таки какой-то промежуточное состояние вполне возможно что такая звезда прежде чем стать черной дырой может стать кварковой звездой и когда звезда коллапсирует дальше то эти нейтроны разрывается а мы знаем что они стоят из кварков то есть они выходят наружу и тут интересно то что кварки тоже имеют давление поэтому могут образовать новую звезду которую мы пока еще не обнаружили и проблема в том что очень тяжело понять какая звезда является кварковая какая является нейтронные потому что они будут очень похожи они будут маленькие компактные такие массивные и у них будет мощные магнитные поля то есть в этом смысле очень похожи кварковые звезды и нейтронные звезды разница будет только небольшое именно в излучении но тут есть одна проблема физика кварков до конца не изучена поэтому тяжело будет определить какая звезда является кварковой и нам остается сделать такое заключение что в принципе с точки зрения законов физики кварковые звезды могут существовать поэтому может что они есть и когда-нибудь нам удастся их обнаружить и на этом у меня все надеюсь видео вам понравилось если вам понравилось то не забудьте пожалуйста поставить лайки можете написать комментарии я прочту спасибо